Вот уже в третий раз в преддверии Дня защитника Отечества представители силовых ведомств и структур Гродной области, а также их руководители принимают участие в турнире на призы председателя Гродненского облсполкома по пулевой стрельбе. Теперь можно смело говорить о том, что брутальные соревнования стали традиционными. Из года в год лишь увеличивается количество команд участников. В этом году их 16, а отношение к состязанию становится все более серьезным. Его полюбили наши силовики, этот турнир. Они с удовольствием принимают активное участие в его проведении. Мало того, уровень спортсменов повысился значительно. Мы считаем, что среди силовых подразделений и правильных органов это абсолютно правильная идея и она заслужит большого внимания. Каждый мужчина, носящий форму, служащий, который служит своему отечеству, он должен уметь держать оружие в руках и, конечно же, с ним заниматься. Несмотря на очевидно большую занятость каждого из них, ни один из руководителей не отказывается от личного участия в турнире. Это и вопрос чести мундира и престиж. В команде от каждого ведомства, помимо непосредственного руководителя, еще два специалиста. И каждый уверенно держит оружие. Упражнений три. Пистолет Макарова на 10 метров, пневматический пистолет на 25 метров и малокалиберная винтовка на 50 метров. Соревнования как в командном, так и в личном первенстве. К слову, участие в турнире принимают как ведомства, которые регулярно тренируются с оружием, так и те, чья специализация более мирная, как, например, МЧС. Однако погоны обязывают уметь обращаться с оружием и не просто понимать, что и как, но и быть по-настоящему хорошим стрелком. Впрочем, выстрелов в молоко на турнире не бывает. А поскольку накал соревнований с года в год растет, то и победителей предугадать невозможно. Паварит традиционно команда УВД, но в прошлом году победила команда таможенного комитета. Очень хорошие результаты показала команда управления следственного комитета, команда УКГБ и так далее. То есть все команды на данный момент сильные и покажут высокие результаты. К слову, на этой неделе на полигоне в Витебской области прошел сбор с руководством исполкомов и города Минска, в которых принял участие председатель Гродненского облсполкома. В ходе сборов участники ознакомились с развитием военно-политической обстановки, ролью и местом территориальной обороны в современных вооруженных конфликтах, особенностями применения территориальных войск, а также приняли участие в учебных стрельбах. Гродненские военнослужащие не подвели. Я являюсь руководителем зоны территориальной обороны Гродненской области. Это тоже такая своеобразная организация, в которой надо и организовывать все правильно, и уметь владеть оружием. Поэтому было вчера и стрельбы были, и мы участвовали в соревнованиях среди регионов нашей страны. И много чему научились там, потерпнули информацию, ну и заняли достойное место. Второе. В большинстве своем участники чемпионата признавались, что руке более привычна стрельба из пистолета, особенно Макарова. Это оружие стоит на вооружении у всех видов войск, простое и давно зарекомендовавшее себя как самое надежное. Однако и на упражнениях с пневматическим пистолетом и с винтовкой они не уронили офицерского достоинства и проявили себя меткими стрелками. Результаты третьего турнира по пулевой стрельбе будут озвучены на торжественном собрании, посвященном 23 февраля. Илана Табудила, Андрей Шаповалов. Новости Гродно+.